Субтитры создавал DimaTorzok А где осуждение человека? Как понять, в чем разница между осуждением и обличением? Потому что обличение поступков предосудительных является даже добродетелью христианской. Надо уметь обличать правильно, обличать недостойные поступки. А осуждение самого человека является грехом против заповеди Божией, о чем и в предыдущих двух беседах мы с вами уже размышляли. Кто смотрел, что в Евангелии от Матфея в 7 главе Господь говорит, ясно и недвусмысленно заповедь, не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. А сегодня хотелось бы вам предложить вот еще над чем задуматься. Из Священного Писания Ветхого Завета мы находим еще одно очень важное место в контексте вот этой размышления над этим страшным недугом осуждения. В книге «Бытия» мы читаем, как Господь является праведному Аврааму, и этому праведнику Господь является возле его шатра, и говорит очень важные слова. И вот эти ангелы, которые явились Господь в виде ангелов, явившийся праведному Аврааму, направляются в сторону этих нечестивых городов. Естественно, я думаю, любой из вас, дорогие друзья, тут можно очень даже подробно не остановиться, вы все знаете, да, люди так или иначе воспитанные в христианской традиции, что такое антропоморфизм. В Священном Писании есть такие слова, понятия символические, где о Боге говорится в антропоморфе, то есть в человекообразных символах. Господь, как может всеведущий, везде присутствующий Господь, куда-то пойти. Господь не перемещается с места на место. Но здесь именно сказано, что «сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них». То есть беззаконие этих людей было настолько превышающее всякую меру долготерпения, настолько великий грех, что Господь, и Господь говорит «сойду, посмотрю». Святитель Иоанн Златоуст, великий учитель церкви, как раз вот в четвертом томе своих творений дает толкование на книгу бытия. И вот смотрите, что пишет, что произнес. Ведь это записано проповедь Святителя Иоанна Златоуста, которая была произнесена в храме. «Смотри, как возросло там зло, великое множество не только вопля, но и неправды, потому что слова «вопль», «содомский», «гоморский» умножился, это означает, думаю, то, что вместе с известным, несказанным и не заслуживающим никакого прощения беззакония они оказывали многие другие неправды, сильнейших бы оставали на слабейших, богатые на бедных. И так сказано, не только «вопль велик их», но и грехи их, необыкновенные какие-нибудь, но «велицы» и «велицы» зело. Они выдавали неизвестное да то ли беззаконие, изобрели противоестественное, непотребное смешение и были так наклонны ко злу, что все были исполнены всякого разврата и уже не показывали впредь никакой возможности исправления. Но должны были подвергнуться совершенному истреблению, страсти их, сделавшиеся неисцельными, уже не принимали никакого врачевства, пишет святитель Иоанн Златов. «Однако же, вразумляя весь род человеческий, что хотя бы грехи чьи-либо были весьма велики и известны» Вот, собственно, вот ключевая фраза, ради которой хотелось, дорогие друзья, вам и зачитать вот это место, что «однако вот вразумляя весь род человеческий, что хотя бы грехи чьи-либо были весьма велики и известны, но не надо произносить над ними приговора прежде, нежели предоставиться очевидным доказательствам». Поэтому Господь и говорит, что «сошед узрю, аще повоплю и грядущему ко мне совершаюсь, аще жени, да разумею». То есть здесь по-церковно-славянски, а здесь то, что немножко ранее я вам зачитал, что Господь говорит, «сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков бопль на них». То есть неужели Бог всячески переходит с места на место? Нет, да не будет. Но выражается, как я уже говорил, чувственным образом, Он хочет вразумить нас, что надо обнаметь великую осторожность и согрешивших не осуждать только по слуху. Не произносить без доказательств приговора. Дослышим это все. Ведь не одни только выседающие на судилищах обязаны соблюдать этот закон, но и каждый из нас никогда не должен по одному пустому навету осуждать ближнего. Вот смотрите, какое очень важное место из Священного Писания. Мы сейчас прочитали, что даже сам Господь хочет сначала удостовериться в таком символическом антропоморфном смысле здесь сказано, действительно ли грехи таковы. Почему это важно знать нам? Потому что грех осуждения – это, можно сказать, бич современных людей. Ну и не только современных, но в данном случае речь идет о нас, о современных людях, в том числе о христианах. И не случайно даже преподобный Паисий Святогорец, зачитаю вам, дорогие друзья, его размышления, его наблюдения. В разговорах следует быть очень внимательным, потому что зачастую начинается разговор с духовного предмета, а заканчивается пересудами. Человек не только теряет время, но и душу свою убивает осуждением, поскольку у нас нет права никого осуждать. Мы не имеем права осуждать даже того, что происходит в мире. Смотрите, какие актуальные слова. Вы сейчас можете, кто сейчас нас слушает или будут слушать, дорогие друзья, даже возразить, как это так? Я же должен или я должен знать, что происходит в мире. Я должен иметь свое мнение, свое осуждение. Но вот мудрый человек говорит нам, что если ты христианин, если ты внимаешь в своей душе, если ты боишься Бога, не хочешь нарушать Его заповеди, то осуждать даже того, что происходит в мире, ты не должен. Если можем, то с болью, поговорив о чем-то, постараемся посодействовать в исправлении дурного положения дел. Смотрите, какая важная мысль. Если ты можешь, с болью, поговорив о чем-то, то есть констатируя факт, с болью душевно, не со злорадством, не с чувством того, что ты судья, вот ты судишь, это должно быть так, а это должно было сделать так, почему этот сделал так, а должен был делать вот так, а с болью, поговорив, постараемся посодействовать в исправлении дурного положения дел. А посодействовать в первую очередь чем? Своей молитвой, исправлением, насколько возможно, в той мере, в какой ты сам можешь. И умерших осуждать тоже не должно, ибо, к счастью, души всех людей находятся в руках Божьих. В предыдущей беседе, дорогие друзья, я напомнил вам общеизвестное изречение преподобного Авроси Оптинского, «Кого в чем осудишь, в том сам побудешь». А сегодня хотелось бы вам предложить из преподобного Паисия Святогорца, из пятого тома его наставлений, который называется «Страсти и добродетели», у кого есть такая книга, вы можете сами это место найти и почитать, как, говоря об опасности осуждения, о важности, вот обращать внимание на вот этот страшный душевный недуг. Преподобный Паисий пишет следующее. «Если кто-то осуждает за что-нибудь другого, но не осознает своего падения и не кается, то обычно сам впадает в тот же грех. Так происходит, чтобы человек осознал свое падение. Бог по своей любви попускает скопировать состояние того, кого он осудил. Если напротив скажешь про кого-нибудь, что он коррестолюбив, и не поймешь того, что ты осудил, то Бог отнимет свою благодать и попустит, чтобы и ты впал в коррестолюбие, и ты начинаешь копить. Пока ты не осознаешь своего падения и попросишь у Бога прощения, будут действовать духовные законы». Вот такой духовный закон. Кого в чем осудишь, в этом же состоянии побудешь сам, а иной раз будешь вести себя намного хуже. И вот для назидания, собственно, вот эти беседы были произнесены преподобным Паисием, отвечая на вопросы сестер монастыря в Сурати в честь апостола Иоанна Богослова, его духовные чадо. И вот тут обратите внимание, что люди духовные не стыдятся рассказывать и о своих искушениях, о своих падениях, о своей борьбе с грехом. И вот преподобный Паисий рассказывает в случае своей молодости, когда он был еще молодым монахом и подвязался в монастыре Стамион. «Чтобы помочь тебе лучше это понять, расскажу тебе одну историю из своей жизни. Когда я жил в монастыре Стамион, узнал, что одна из моих одноклассниц сбилась с правильного пути. Я молился, чтобы Бог внушил ей мысль прийти ко мне в монастырь. Я даже выписал из Священного Писания и Святых Отцов некоторые мысли о покаянии. И вот однажды она пришла. Мы побеседовали, и мне показалось, что она все поняла. Она стала часто приходить в монастырь вместе с ребенком, приносить свечи, масло, ладан для храма. Однажды мои знакомые, паломники из конницы, сказали мне, «Геронда, эта женщина притворяется. Сюда она приносит свечи и ладан, а в городе продолжает гулять с офицерами». Ну, то есть, иными словами, продолжает такую же, в общем-то, распутную жизнь. Оговорили ее, ну, так сказать, подсказали доброжелатели, мягко сказать, в кавычках. «Когда она пришла в следующий раз, я стал на нее кричать в храме, «Иди отсюда, ты провоняла все вокруг!» Бедная женщина ушла в слезах. Спустя время я ощутил сильную плотскую брань. Что это? Никогда со мной не бывало таких искушений. Что происходит? Я не мог найти причину. Молюсь – не проходит. То есть, тут необходимо пояснить, что преподобный Паисий от юности стремился к монашеской жизни, и плотской брани в такой мере, как это может быть у многих из нас, испытывается он. Никогда не испытывал таких искушений. И вдруг, после осуждения этой женщины, он почувствовал в себе сильнейшую плотскую брань. Молится, как он говорит, молюсь – не проходит. То есть, молишься, а искушение не прекращается. Я отправился вверх на гору Камила, гора Камила, на склонах которой стоял монастырь Стамион. «Лучше пусть меня съедят медведи», – думал я. То есть, разумеется, дорогие друзья, не то, что ему не хотелось жить или стремился, так сказать, к самоубийству, а внутреннее вот это горячее желание лучше умереть, чем согрешить, подвигло преподобного Паисия, уйду лучше, если даже пострадаю, если меня съедят медведи, лишь бы не согрешить. Поднялся высоко, но искушение не приходило. На поясе у меня висел маленький топорик. Я его достал и три раза ударил по ноге в надежде, что от боли искушение пройдет. В ботинок полилась кровь, а искушение не прекращается. Вдруг у меня в голове промекнула мысль о той женщине, и я вспомнил слова, которые я ей сказал. «Боже мой!» – подумал я. «Я лишь немного испытал эту адскую муку, а она живет с ней постоянно. Боже, прости меня за то, что я ее осудил». И сразу почувствовал небесную прохладу, брань прошла. Видишь, что делает осуждение. Вот смотрите, дорогие друзья, как откровенно, ничего не скрывая, преподобный Паисий своим духовным чадом рассказал, как вот однажды, как с ним это произошло. Тут важно еще делать одно, потому что из святоотеческих назиданий мы должны правильно все понимать. Вот этот пример, как преподобный Паисий буквально ударил себя по ноге маленьким топориком не с целью, что попытка к самоубийству. Тут не надо так очень примитивно истолковывать и понимать этот случай, а именно пример того, что для подвижника веры смерть предпочтительнее, чем впадение в смертный грех. И поэтому, желая как-то побороть искушение, он хотел даже через боль, через испытание боли, как-то вот избежать этого падения. Но как только он понял, за что это, и когда он внутренне вот сказал, Боже, прости меня за то, что я осудил, что я чуть-чуть лишь испытал, что такое плотская брань, а она живет, эта бедная женщина, которую я осудил, накричал на нее, она живет в этом состоянии постоянно. И тут же почувствовал небесную прохладу, то есть брань отступила. Этот пример учит нас и подтверждает этот духовный закон, что кого в чем осудишь, в этом же самом побудешь. Поэтому и преподобный Паисий, равно как и все святые отцы церкви, призывают всех нас быть очень осторожны в словах, никогда не торопиться осуждать. И вот что еще пишет преподобный Паисий? Если мирские люди пойдут в ад из-за распутства, то духовные, ну духовные эти, менящие себя духовными, верующие, из-за осуждения. Ни о ком нельзя сказать, что он пойдет в ад. Мы не знаем, как действует Бог. Суды Божии бездна. Никого не надо осуждать, потому что так мы восхищаем суды с рук Божиих, сами делаем себя богами. И далее, как бы с некоторой доброй иронией, преподобный Паисий говорит, если Христос просит нас в день суда, вот тогда скажем свое мнение. И в заключение, дорогие мои друзья, я хочу процитировать вам слова преподобного Паисия. В контексте нашего размышления, и особенно, чтобы нам правильно понять наши мотивы, когда мы хотим кого-то обличить или осудить, насколько они правильны. Если ты хочешь помочь церкви, то старайся лучше исправить самого себя, а не других. Если ты исправишь самого себя, то сразу же исправится частичка церкви. И понятно, что если бы так поступали все, то церковь была бы приведена в полный порядок. Но люди сегодня занимаются всем, чем угодно, кроме самих себя, потому что заниматься другими легко, а для того, чтобы заниматься самим собой, нужен труд. Если мы займемся самоисправлением и, полагаясь преимуществом на божественную помощь, обратимся более ко внутренней деятельности, чем ко внешней, то мы поможем другим больше и результативней. Видите, какой мудрый совет. Если внутренней работой будешь заниматься, то ты и другим поможешь больше и результативней. Кроме того, мы сумеем стяжать и внутреннюю тишину, которая будет тихо помогать тем душам, с которыми мы встретимся, потому что внутреннее духовное состояние выдает душевную добродетель и изменяет души других. Здесь преподобный Паисий подтверждает вот это известное изречение преподобного Серафима Саровского. «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Мирный дух. Он передается другим, и мирный человек именно своим мирным устроением больше и результативней может помочь окружающим в исправлении. Когда кто-то отдается внешней деятельности, не достигнув еще очищенного внутреннего духовного состояния, то он может вести какую-то духовную борьбу, но иметь при этом и расстройство, терзание. Ему будет не хватать доверия Богу, и он часто будет терять мир. Если же он не делает добрым самого себя, то не может сказать и того, что его интерес об общем благе является чистым». Вот смотрите, какое важное наблюдение преподобного Паисия, что если кто-то хочет, знаете, сколько сейчас есть любителей бороться за общее благо, но не делают чистыми самого себя. «Освободившись от своего ветхого человека, от всего мирского, он будет иметь уже божественную благодать. Так и у него самого на душе будет покой, и он будет в состоянии помочь человеку любого склада. Но если человек не имеет благодати Божией, не может совладать с самим собой, не помочь другим так, чтобы результат был угоден Богу. Сначала сам он должен погрузиться в благодать, лишь потом его силы, уже освященные, могут быть использованы для спасения других». Так что видите, дорогие друзья, в заключении еще раз повторим эти же слова преподобного Серафима Саровского. «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Даже можно добавить, без твоих слов, без обличений. Мирный дух, мирное устроение помогает исправлению других. И вот как говорил преподобный Паисий, «Так ты поможешь другим больше и результативней». Помоги нам всем, Господь, шествовать по этому пути. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...